Поздравили с годовщиной и вступили в ряды общероссийского движения. В 4-й школе отметили день рождения российского движения школьников. Общественно-государственная детско-юношеская организация была создана в 2015 году указом президента России. Главная цель масштабной организации – создать условия для всестороннего развития детей и молодежи, которую смогут перенести в будущее все ценности прошлых поколений. Я, вступая в ряды российского движения школьников, торжественно клянусь. Торжественная присяга, как обещание быть верным Родине и создавать общее будущее вместе с миллионами таких же молодых и целеустремленных. Первые два десятка наринмарцев вступили в ряды российского движения школьников. Деятельность общественной организации целиком сосредоточена на развитии и воспитании молодого поколения. Это организация, которая объединяет не только детей, она объединяет и взрослых. У нее нет ограничений в возрасте. С 8 лет может вступить в нее каждый. И это правильно, на мой взгляд, потому что должно соблюдаться преимущество с поколением. Мы должны не просто передать нашим детям историю, которую они должны изучать, они должны это прочувствовать, они должны прочувствовать себя частью нашей великой Родины. Они должны понимать свою ответственность за ее будущее. Всероссийское движение стремится объединять и координировать всех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения и формированием личностей. Для этого в каждом регионе страны определены пилотные школы. В Ненецком округе это первая, четвертая и школа поселка Красное. На их базе будут создавать проекты, развивать дополнительное образование, организовывать встречи с интересными людьми. Ну, как мы говорим, любой ремесленник, даже если он наслеп, он действует руками, потому что мозг все сохраняет, а душа воспринимает. И поэтому точно так же, я думаю, ребята, прошедшие через российское движение школьников, они тоже, мы говорим, будут уметь делать, думать. И, кроме того, их сердце будет большим и настроенным на то, чтобы оказывать помощь всем другим, кто в этом действительно нуждается. На церемонии посвящения в ряды новой организации гости праздника старшего поколения с ностальгией вспоминали свои школьные годы. Тогда в стране было развито пионерское и комсомольское движения, основанные на преемственности ценностей. Схожесть с советскими организациями действительно есть. Патриотическая направленность, всероссийский масштаб и атрибутика. Первым участникам российского движения школьников повязали галстуки. Я бы очень желал новому движению принять все те лучшие традиции, которые были воспитаны или которые следовали пионерам и комсомольцам. Ибо только тогда наше движение может быть энергичным и хорошим. Я радуюсь, что вы молоды, здоровы, оптимистичны, целеустремленные. И движение получит свое широкое развитие. Вступить в ряды российского движения школьников может каждый. Для этого необходимо оставить заявку на официальном сайте организации. После одобрения заявки и торжественной присяги участник сможет проявить себя в творчестве, науке, спорте и волонтерской деятельности.